Друзья, всем привет! Мы сегодня оказались в городе Бергама. Очень исторический такой город, насыщенный. Так много здесь достопримечательностей всяких разных. Вот как раз у меня за спиной красная базилика сейчас находится. Здесь в этом городе находится одна из церквей, из семи церквей апокалипсиса. И очень много здесь врачевателей жило, и врачебных храмов здесь очень много в этом городе находилось в свое время. Вход стоит 40 лир всего лишь в эту красную базилику. Но здесь такой вот забор, и вы можете ее обойти по кругу, вокруг, и, в общем, увидеть все, что внутри находится. Карты не принимают. Они карты не принимают, только наличкой здесь можно расплачиваться. Да, вот, кызыл-авлу. Кызыл-кызыл красный. Мы недавно встретили турков на пляже, и они сгорели. Красные такие стояли. И мы вспоминали, как на казахском будет красный. И вот кызыл, оказывается, будет красный. И турок, в общем, он сгорел, короче говоря. На пляже провел весь день. Вроде крем у него был, но он сгорел, короче. Весь красный прекрасный был. Выпили там по бутылке пива и, короче говоря. Мы сейчас едем. Здесь есть наверху, во-первых, амфитеатр. Этот город Бергама. Здесь, в этом городе, после того, как с Египта перестали возить папирус, здесь начали изобрели пергамент. И, в общем, его делали из шкур животных. Такую типа бумагу, холсты такие, пергамент. И на нем писали. И только из-за этого они сохранились до наших пор, по-моему, да? Пергаменты эти. Ну и, в общем, короче говоря, здесь есть телеферик. Зимой он не работает, этот телеферик. А летом этот работает телеферик. И на нем можно подняться туда, в Акрополис. И там амфитеатр есть очень красивый. Он выбит прямо в скале, этот амфитеатр. Вот. Акрополис на машине вот сюда, если хотите, 10 градусов подъем. 10% подъем налево. Если не хотите 10% подъем, идете на телеферик. 10% это, ну, это 10% от стака. Через каждые 100 метров будет увеличиваться высота на 10 метров. Парковка 20 лир для машины. 200 лир стоит на одного человека. Туда-обратно подняться на телеферике. И поэтому мы решили сэкономить 400 лир и поехать штурмовать высоты. Вот по такой узенькой тропилочке здесь. С трудом вообще разъезжаются машины. Но, к счастью, у меня позволяет и машина здесь ездить, и резина здесь ездить. Вот меня спрашивали, зачем я покупаю. Вот здесь острые камни и подъем сумасшедший. То есть сейчас на задние колеса идет вообще колоссальная нагрузка. Ну, больше, по крайней мере, чем на передние. И поэтому мне надо, чтобы здесь у меня нигде ничего с ними не случилось. Я потихонечку еду. И подняться потихонечку-потихонечку 400 лир в кармане. На 400 лир я могу полбака бензина себе залить. Некоторые люди идут пешком. Пешком, конечно. Конечно, ветерок будет дуть, солнышко будет подбадривать. Вот здесь вот уже начинаются достопримечательности. Что это? Акрополь уже начинается. Вот мы прямо сейчас с вами заедем в Акрополь. Сразу сделаем фотографии. Подъем был только один раз, такой резкий. И вот сейчас мы едем вообще так неплохо, нормально даже едем. Вот там с левой стороны я вижу акведук. Либо мост какой-то вдали, вот там за холмом. Возможно, это тоже одна из достопримечательностей. Сколько их много вообще в Турции, этих достопримечательностей. Уже вот порой вот так вот едешь, и уже лень даже из машины выйти сделать фотографию. Потому что их просто здесь бесчисленное множество. И это рай для любителей истории, для всяких разных археологов. Кстати, я встретил в Эфесе одного человека. Вернее, он сам ко мне подошел. И говорит, что он археолог. Они здесь уже 7 лет копают, раскапывают. Начал мне фотографии показывать, как раскапывают. И я такой смотрю. О, вау, вау, да, да, да. Круто. И про себя думаю, сейчас он мне что-то начнет впаривать. Либо тур, либо еще что-то. И минут 10 его хватило, наверное, на рассказанное. Такие через 10 минут, где-то через 15, он достает монету. У него монета завернута в газету. И говорит, я иногда в горы хожу, там типа сам ищу. И типа вот я нашел монету. Я говорю, как круто. И везде эти монеты, везде вам либо книжку будут ссывать, либо будут ссывать эти монеты. Типа якобы они где-то какие-то древние, супер-мега-древние монеты. И типа они их где-то нашли, и они вам их могут продать. На самом деле это фигня все. Они какие-то не монеты, просто их где-то штампуют, как-то их делают. И в общем туристам лопоухим впаривают. Потому что я почти в каждом туристическом месте где-то как-то они пытаются мне тоже продать. Машин на самом деле здесь очень много. Нужно отметить. Тоже так же 20 лир стоит парковка, но никто не продает билеты на парковку. Друзья, здесь как всегда очень много всяких разных античных достопримечательностей, и руин, и вот на колоннах, на вот этих старейших и древнейших местная молодежь вот просто сидит так пиво пьет, и семечки щелкает. Если бы они знали, какую-то ценность раньше имела, и какое это вообще было великое дело. А сейчас это все вот, к сожалению, вот так обесценено здесь. Вот здесь птички. Кто-то писал, что в Турции нет воробьев. И посмотрите, вот такие вот булыжники. Здесь просто вот так валяются. Прямо над дорогой. Вот большие гигантские камни. Я не знаю, почему они вообще держатся. Вот здесь дорога, собственно. И прямо над дорогой камни. Они везде продают в туристических местах вот такие вот ключи. И... Ну, это понятно, что вот уже все современное. Это тоже. А вот это вот типа якобы, может быть... Это они типа думают, что может это не современное. Кольца тоже может быть типа древнее. Что-то монеты. Вон, посмотрите, сколько этих монет. Вход стоит 200 лир. Также можно купить билет на 15 дней за 2 500. Либо на 7 за 1700. По-моему, поднялась цена. Они постоянно увеличивают стоимость. По-моему, зимой было в районе 2000. Но даже если вы за 2000 купите, все равно вы сможете намного больше мест посетить. Просто мы не каждый день приезжаем, поэтому покупаем сейчас только по одному. Вот эта вот карта, собственно. Вот посмотрите, сколько здесь достопримечательностей. Это карта Бергамы. Очень много исторических каких-то мест. И... Вот второй век здесь. И много всего древнего. И, короче говоря... Интересно, конечно. Так. И... А вот еще. Здесь, как говорится, Это иди вопрос. Вот так. И это плюс-мин commentgren. Вот так вот. Тут instructions celular buat. Неammed. Ну. Не морм�. Вот так вот. Продолжение следует... 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 них вот эти они вот так вот растут как будто бы шапочка как будто бы крыша сосны растут не как обычно сосны в общем вот так они растут во первых во вторых здесь вот казак тур вьюин хилл еще ну много вот вот таких вот каких-то камней 300 метров давайте заедем геопарк в общем это целый целая достопримечательность и мы просто ехали построили маршруты просто совершенно здесь уже оказались мы уже даже едем и не строим себе никакие маршруты не едем куда-то цели направо просто едем и как бы сами попадаем не знаю куда вот так это место называется хишаркой хишаркой здесь вот такой вот геологический парк большой он очень большой я не знаю даже сколько здесь гектар очень много сосен здесь растет и всякая разница зелени наверное я не знаю даже километров 100 в одну сторону и километров 100 в другую потому что мы едем сейчас вот под самой короткой точке это 50 километров уже едем и короче говоря здесь каких-то камней очень много великих потом вот таких вот деревьев с шапочками красивых тоже очень много и здесь много где можно встать за ночевать в этом лесу не знаю насчет костров скорее всего здесь костры не получится разводить потому что в лесах обычно в турции запрещено разводить огонь и везде номера телефонов сразу то есть могут позвонить и даже я еду вот сейчас нигде нет такого что кто-то кто-то дымил бы или жёг бы костер потому что на самом деле это очень опасно и много сухой травы много сухих веток и ветер может подуть просто и там с одной искорки может получиться пожар очень большой ну наверное если вы будете ехать здесь на чем-то своем типа авто дома или с палаткой наверное стоит где-то здесь остановиться этот город находится рядом с бергамой на лес вернее с бергамой на на запад здесь маленькая дорожка такая но в принципе если бы как бы вы заедете сюда где-то можно стать под соснами чистейший воздух я думаю будет и когда вы в таких местах ночуете то есть здесь своего рода тоже такие лечебные места потому что хвойные вот эти пары они тоже имеют своего рода там всякие разные выделения смолы и этим полезно дышать и спать соответственно здесь вот видео так прямо туда уходит и все-все-все там зелени теперь понял куда приехали все жители вообще турции и все на пляже мы приехали какой-то здесь маленький городочек небольшой провинциальный акчаи или мы не или рядом с акчаем есть пляж не доезжает и здесь просто невероятное количество машин фуры припаркованы и вообще все кто угодно приехали сюда просто вот так вот здесь стоят на море я не знаю мне кажется можно и получше место найти чем здесь стоять в пыли вот так вот я как бы везде могу заехать проехать ну я бы наверно не захотел вот так стоять в пыли с палатками под приезжают стоит стоит некоторые автодома все кто угодно нет друзья вот этот пыльный отдых это не по мне конечно же здесь есть вроде бы вот места вот такие в тени прям вот фура просто стоит и как бы отдыхают праздник у них очень много автодомов караванеров много возможно там будут но я не знаю я не люблю как-то так много машин просто шиотаж какой-то туалет и запах пошел еще все с турецкими номерами иностранцев вообще нет и караванеры тоже с турецкими номерами фестиваль называется пляж фестиваль но очень пыльно вот прийти как-то без машины сюда еще ладно но если мы станем сейчас здесь на машине это просто вся машина будет в пыли и вот видите что происходит еще просто застряли люди и все как они будут выезжать деленное это все происходит из-за праздника и конечно же на праздник в таких местах нечего делать потому что я смотрю номера вообще со всех регионов 10 это по всей видимости вот этот регион где мы сейчас находимся а здесь еще попадаются машины вообще с номерами с какими угодно вон 72 так 34 это стамбул по моему кстати с астамбульскими номерами очень много машин подождите 32 вот 17 это все номера откуда-то в люди приезжают просто купаться на пляж с германии вот тоже заехали залетные короче мы убираемся отсюда вам будем сейчас другой искать пляж надеюсь сегодня ночью будет дождь даже вот пешком идут люди и вот в этой окрестностей сейчас вообще не снять отеля естественно не поселиться никак только в машине спать потому что пятком все забито это наверное как у нас где-то на новый год где-нибудь я не знаю наверно на красной площади или где-нибудь еще такое то есть курбан-байраму это у мусульман большой праздник и они не работают долго и празднуют в общем всяческими способами это все поехали на один из городов и стояли там наверное минут 15 или даже 20 в пробке вот эта трасса и 87 она вот так вот обычно идет всегда но в обычное время но из-за того что сейчас праздник курбан-байрам многие люди где пляжи или отели прям вот с левой стороны просто на дороге вот на вот тут так дорога идет они просто бросают машины ну и идут купаться потому что сейчас вообще ничего не работает все отдыхают и все стараются как-то время проводить возле воды потому что в турции отдых ассоциируется естественно с морем и все едут на море купаться поэтому я бы вам посоветовал наверное вот в эти праздничные дни ехать куда-то либо в капотоке или может быть в стамбул или еще в какие-то центральные регионы подальше от моря там вы не будете переплачивать за отели и не будет пробок и ну вообще там как бы будет и поинтересней алтиналук этот город называется называется который мы проехали только что хорошо видно как только более-менее какой-то пляжик чуть-чуть только они сразу ставят машины даже где нельзя ставить и и что самое интересное что полиции вообще нету то есть я не знаю либо это связано с тем что здесь так мало преступности либо что то есть несмотря на то что праздник скопление людей большое полиции просто 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 лежит в телефонах залипает там сидят у себя в машине и все а здесь еще много отелей которые работают по системе все включено типа как вот в анталии в седе но не так много конечно как там но все равно встречаются дружок пирожок ему лень и даже ходить просить еду где-то он просто лёг перед светофором возле светофора вот так на закате и вот здесь светофор а он здесь лежит и понимает что сейчас ему кто-то даст покушать и он просто вот здесь припарковался вот так потому что у них там печка есть и вот это оливковое дерево там наша машина и прям вот так вот стать заночевать прямо на берегу моря ну и возле дороги конечно не очень но вот там чуть чуть дальше есть там можно попробовать стать поспать прям здесь вот море на берегу моря у них здесь такие пирсы деревянные интересные и такой релакс никакого кипиши никаких дискотек видимо туризм здесь только зарождается но вода прозрачная как будто ванная прям налита очень чистая вода вон там кто-то шашлык собрался жарить я думаю мы сейчас прямо поедем и прям может быть даже к воде где-то спустимся встанем возле воды классное место именно местность классная здесь вот эта вся местность чем-то напомнила гуа индию у них вот там тоже вот так вот только туризм когда зарождался такой первобытный еще без отелей крупных без инфраструктуры такой крупной у них там тоже вот в деревнях тоже примерно такие шейки стоят везде вот так люди на дороге машины бросают кстати вот воду можно набрать мы везли воду я даже не знаю сколько и откуда только что видел теслу тесла на австрийских номерах приехала с австрии сюда приехали люди на тесле из австрии то есть я так понимаю что уже есть сервисы позволяющие заряжать машины и достаточно пробега дальше по турции уже от зарядки до зарядки можно уже в принципе нормально проезжать я думаю несколько лет и уже электромобилей будет больше в общем скорее всего остановимся вот здесь на этом пляже это во первых во вторых видите здесь собака первая вторая собака и эта собака вот встала туда и короче говоря помогает пастуху загонять овец туда невероятное конечно зрелище не каждый день такое в Турцию увидишь люди потихонечку уезжают мы сейчас где-то здесь прям вот подъедем к воде и прям на берегу здесь встанем рыбак поймал осьминога вот здесь вот в этом море это капец как круто я не знаю как он его поймал это реально прям крутая вещь конечно же да вот здесь прямо сейчас в этом море поймали осьминога на удочку в общем я припарковался вот так сюда никто не может из машин заехать потому что там бугор вот меня спрашивали зачем я на больших колесах езжу и вот прям вот так вот с видом на море здесь у нас вот холодильник сейчас мы эти сумки все уберем разберем может быть завтра я вам поснимаю как мы спим и вот машина собственно вот так стоит а здесь море и вот нет ни одного отеля чтобы был он вот так вот в пяти метрах в трех метрах от моря просто нереально крутое место очень крутое вот так вот друзья примерно выглядит наш пыт это я купил за 50 лир огромную порцию салата очень большую здесь мяско донир я пожарил здесь я варю яички на завтра на завтрак вода кресло здесь салаты с морепродуктами здесь холодильник а там спальное место сейчас включу свет покажу как это выглядит так здесь могут спать спокойно два человека и можно этот холодильник достать и тогда три человека поместится вот холодильник занимает где-то 50 сантиметров место но его можно выдвигать в принципе и спать вот так вот втроем я в любом случае не буду закрывать и мы будем спать вот так вот с видом на море жук прилетел носорог рогатый жук я давным-давно таких жуков не видел а к нам прилетел здесь в Турции жук-носорог у нас в Алмате раньше такие были вон он ну блядь в общем этот жук не хочет улетать он думает что его дом здесь у меня на плече типа это говорящий попугай мой он будет нас сегодня охранять от всякой нечисти а костер с ними а мясо я не могу двинутся от страха приложение скачали и можно в телескоп смотреть во первых во вторых он показывает каждую планету вот козерог южная корона можно телескоп а вот это вот стрелец а вот это что млечный путь такой что ли красивый змея хвост змеи удивительно вот это да вот это поворот щит а вон луна прям реально вот она луна и вот луна здесь все звезды можно увидеть вот так вот друзья холодильник чуть вперед выдвигаем и целая куча места можно спать втроем даже можно спать втроем и втроем и втроем и втроем и втроем и втроем втроем и втроем